Ну что, друзья, я вижу, что вы мне пишете, что урани выходит в эфир, и немножко как-то скучновато. Я специально сегодня утром был у того главврача, сегодня в Телеграм я сбросил фотографию, в подтверждении того, что был, разговаривал и узнал, все, поэтому ждите в ближайшем будущем новый эфир по поводу Киевского областного перинатального центра, и, возможно, я вам покажу изменение этого перинатального центра и понимание всей этой ситуации. А сейчас я приехал снова на Майдан для того, чтобы вам показать, что же здесь творится. Итак, что поменялось со вчерашнего дня? Поменялось то, что наконец-то есть зонтик, и люди уже не под дождем, не под снегом, а, по крайней мере, полевая кухня, она уже более-менее защищена, и люди, знаете, как немножко в лучших условиях, чем это есть. Осталось, конечно, еще с биотуалетами вопрос решить, но пока, как бы, к сожалению, так. Людей, людей стало больше, ну, возможно, пятница, возможно, то, что выходные дни, а может быть, потому что люди стали понимать, что нужно сюда приезжать и помогать друг другу. Возможно, не знаю. Можно, люди поприблосили сюда? А, конечно, вы знаете, да, меня? Гура. Мы, ФОПы, приглашаем всех медиков, которые государство тоже обижает. Пока мы сплотились на Майдане, приходите. Мы приглашаем педагогов, мы приглашаем медиков, которым платят меньше, чем некоторым, меньше, чем безработицы. Это позор стране, когда весь мир медиков смотрит и обещает, и дает какие-то, это, приходите к нам на Майдан, мы вас ждем, медики, приходите по одному, по десятку, сотни, нас здесь тысячи, присоединяйтесь. Мы хотим, чтобы государство вас тоже не обижало. Спасибо. Ну, видите, слова не бойдужих украинцев, а не мои, потому что будут рассказывать о том, что Гура созывает всех на Майдан, чтобы свергнуть нынешнюю власть. Ну, я так понимаю, очередные какие-то перлы у них там в голове. Ну, ладно, то такое. По ситуации. Людей больше, свободный микрофон есть, полиция. Полиции вроде столько, сколько и было, но я не вижу единственное, что по правому флангу и по левому флангу того количества спецотряда, которые были. Но в целом, если так посмотреть, вы знаете, он разрастается и становится больше. Если перерастет хотя бы в 300-400 ежедневно и будет расти по 100-200 человек в день, то есть очень хороший шанс о том, что все у нас все-таки поменяется. Все-таки, надеюсь. Ну, а пока как бы вот покажу вам по ситуации. Ну, так вот на стульчиках, на пенопласте, стоя. Субтитры создавал DimaTorzok Я так понимаю, это стратегические запасы, которые также хранятся здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Да, сегодня уже намного побольше людей. Судя по локации, количеству людей, как стоят по всему Майдану, то человек 300... О, смотрите, здесь кто-то есть. Воленький идет. Воленький идет. Это этот. Челлендж тиктока. Видите, тиктока. Кто далеко, кто близко, кто может поездить, приездить через день. Кто далеко, приезжайте на два. Чтоб, ну, чтоб у вас людей. По полиции, чтобы вы понимали, вот смотрите, сейчас ее стало чуть-чуть больше, чем было, если видите, да, то есть вот. Вот подразделение полицейских, вот уже. Вот, вот, и сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, и автобус стоит восемь. Автобус девять. Автобус десять. Это, по крайней мере, то, что я вижу по локации. Это, по крайней мере, то есть, это мое предупреждение. Шановные коллеги, наверное, от себя и от вашего имени я хочу вернуться к нашему гаранту. Володя, ты вспомнишь, как перед выборами даже дети в школах, в садочках говорили твое имя. Все голосуем за Зеленского. Ты для нас был, как ковток свежего воздуха, как ты луч в темном коридору. Что же ты сделаешь с нами? До чего ты нас доводишь? Есть хорошая песня у Володи, и хорошая имя Володимира. Сколько великих в Володимире, которые правили нашей страной. Так не будь невеликим. Почуй нас. Попи, кого я тут, прапори, давай, дивище. Может, он нас так побачит, почует. Музыка. 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 Владимиру, который правит миром. Вы же все знаете, как Владимир переводится. Тот, который владеет миром. К сожалению, Зеленский не владеет миром, даже не Украиной, а владеет определенными структурами, такими как Служба безопасности Украины, такими как полиция. Он не владеет людьми, но его фото это вбил в голову, что он владеет миром и Украиной. И не дает спокойно жить своим украинцам. К сожалению. Вот как раз-то Китай в песне играет. Но все мы прекрасно знаем, что ему плевать на то, что здесь происходит, потому что он уже готов праздновать свой Новый Год. Ну не наш, не украинский Новый Год, а свой. Где-то там себя в голове. Свой Новый Год. К сожалению. К сожалению. И люди, знаете, как вот стоят, вот просто пытаются до него достучаться, достучаться до его депутатов. А им-то все равно. Знаете почему? Потому что вот сейчас, проезжая вдоль улицы Грушевского, мимо Верховной Рады, я обратил внимание, сколько сейчас там, почти 2 часа дня, вот в это время уже нет никого. Ни одного депутата. Увидел одинокого Юрченко, Сашу, который стоит в кофе. Возле светофора стоял, разговаривал с этим коллегой депутатов. И больше никого. Все. В этом году пленарное заседание закончено. И никто ничего принимать не будет. И, соответственно, все, что вы думаете, вы надеетесь, ничего не будет. И теперь только, скажем так, не сила, а количество людей сможет достучаться до Зеленского. Чтобы нам прорвать оцей информационный программ, оцю блокаду, где нас майже еще не показывают. Там, окрім кількох на канале. Будь ласка, брать свои телефоны, робить стримы, кидайте Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Заполонить просто всі мережі, чтобы они реально загадили. Чтобы позже мы каким-то образом выходили на телебачение, и этот рух запалал еще лучше. Я обещаю, я шукаю блогера. Он до меня сегодня подходил, сказал, что он снимал, назвал, как он называется, а я забыла. Старость не радость. Если он еще здесь, пойдите к мне, пожалуйста, еще. Все хватит? Да нет, ну ты не можешь. Треба для себя ставить высшие планки завжди. Блогер. Та не, не, не. Он хоть симпатичный, та не, но молодой, но не симпатичный. Доброго дня. Я з места героя Мариуполя. Я перепрошую, дуже хвилююсь. И с вашего зозволу буду разбавлятись російською. Я приехала сюда от всех хопов Мариуполя. У меня сердце просто разрывалося, коли я бачила, як били наших жінок, чоловіки. А у 2014 році, коли хлопці на блокпостах стояли, як аберманці, коли їх привозили до шпиталів, у них не було даже трусів передягнути. Ми збирали гроші, ми виносились вдома в закрутки, одіяла. І ви зараз нас глупили, очі нам виколували. За що, хлопці? За що? Та не вже ж ми такого заслуговуємо? Я вибачаюся. Я вибачаюся. Що ми вам зробили? Невже не осталось патріотів серед насгвардії, серед поліціянтів? Невже ніхто не пам'ятає, хто втримав країну на своїх плечах? Ми, ФОПи, перші підставили свої плечі і свою допомогу і армії. Пане Президенте, не слухте нас? Невже молодий не відчувався. Ми в Ліворадзі своїй країні. Я вже привык, я вже 15 років. Чуду так, нова ліна? Не, я знаю, я 15 років так вже кажу. Чуду, працювати, поки не осушаєш, коли молодой, а тоді буде старше і подуть. Все, вони в болячки відходять. І ще б наша країна звіла разом з нами. Бідіть на поступки підприємцям. Будь ласка, я вас спрахаю. Бідти в Богді. Дякую. Вам теж дякуємо. Дякуємо вам. Не маєте, якби казати, мінуси, а все плюси-плюси. Такий побіжший жіночок ми Україну побачимо файною, красивою, бадьорою, щасливою, доскональною, благополучною, реальною, логічною і ініальною. Я Ямарковський Василь Йосифовець, село Пліг, вулиця Ольга-107, Терномовська область, Борисовський район, зараз віському має бути Терномовська. Район і Терномовська область. Я Терномовський підрозив Республиканського обманавчого комітету громадської державної організації по боротьбі з кримінально-звочинною корупцією. Це одна бала. Друга бала, третя бала, третя бала, коли я вступився до Ягорського воду, я вирішився, він менеджав свою інструктуру народний контроль. Народний контроль, він бувся уполковник, я не був генералом-полковником, і він народний контроль не тільки по Україні, а по всій Україні, і по всій Європі. Тому що я не вступився до свій системи з насправження, коли я не вступився до слабження, а сюди в прашове нашим бракам, ось коли я чужих людей... Тому що я ввідзвився до коментаря, якщо Зеленський має виходити, коли фопи все проплачен. От скажіть мені, упороті зрителі, які зараз дивлять цей канал, про упороті, це реально видно. Ви знаєте, для мене ви психічно больні люди. Когда здесь бы стояли бы, к примеру, нацкорпус, свобода, пацаны в спортивных штанах, кепках, еще там кто-то, какие-то алкоголики, беззубые, я бы тогда с вами согласился и сказал, вы знаете, да, это правда, возможно здесь проплаченные митинги, но когда стоят предприниматели, у которых есть свои точки, свои ларьки, свои какие-то магазинчики, мафы, как они могут быть проплачены, главное, кем, проплаченный кем-то, чтобы он сюда приехал, потому что зарабатывая деньги, если бы у него все было хорошо, он бы сюда не ехал, ему бы не нужен был бы этот сейфоп, и он бы себе нормально зарабатывал деньги. Но если человек четко для себя понимает, со следующего года идут драконовские штрафы за первички, за РРО, за кассовые аппараты, в общем, за все будут жуткие штрафы, то есть это задушит мелкий бизнес. Вы скажете, да и хер с ним, я хожу в эпицентр, в метро, в виллу, там не важно. Не вопрос, не вопрос, только тогда, когда не будут точек, когда не будет мафов, когда не будет пропей, вы будете платить в три раза дороже, потому что, поверьте мне на слово, это Украина. Никто не будет делать вам скидки, ни в эпицентре, ни в метро, у них сразу поднимутся цены. А вы мудили, идиоты, будете говорить, а почему же компейни не работает, к примеру, копьем опить за 20 гривен или за 18, а будете платить 35 гривен за тот же кофе, в том же эпицентре, потому что арендная оплата в эпицентре намного дороже стоит, чем где-либо в каком-нибудь магазинчике. Вы придете в тот же продуктовый магазин, к примеру, на рынке, вы можете поторговаться с мясом и купить хорошее себе мясо, вкусное, а главное домашнее. А придете в тот же магазин и будете покупать дерьмо аргентинское. А знаете почему? Потому что, поверьте мне, перед вами стоит человек, который когда-то работал с мясом. Я еще, будучи пацаном в 2006 году, до компании Невея, торговал замороженным мясом, возил их по точкам, по всяким мафам, по всяким магазинчикам. И, кстати, потом начали покупать у меня и более большие магазины гастрономы, потому что было выгодно скупить аргентинское мясо замороженное, и потом разморозить его и продавать его, как домашнее вам. Чем, к примеру, продавать домашнее мясо, потому что намного вкуснее, намного полезнее. И после этого, кстати, после того, как я проработал год в этой компании, поверьте мне, я теперь никогда в жизни не куплю в магазине, а особенно в крутом супермаркете мясо. Только на рынке или только у своих. Я прекрасно понимаю, с какого куфло там продают. Ну, конечно, многие из вас могут сказать, да я не жру мясо, мне все равно, я веган, или еще там все это. Ну, это ваши личные проблемы. Но я-то знаю. Так вот, возвращаясь к этим вопросам, когда ФОПы не будут работать, а они закроются, невыгодно будет платить драконовские штрафы. Они позакрываются, и все торговые супермаркеты обязательно схватят вот этот кусочек момента для того, чтобы продавать это у себя. И все. И вот тогда вы это все ощутите, а будет поздно. Будете платить деньги. Сейчас нас снимают, это просто не пойдут же деньги. Большие-большие-большие деньги. Поэтому, думайте, пожалуйста, своей головой, перед тем, как говорить о том, что это проплаченные люди. Это люди пришли за свои деньги отстоять свое право на жизнь, работу и будущее не только свое, но и ваше. Поверьте мне, подтвердили мои слова. И это упрощенная система опыта откупания. Приходите! Приходите сюда! Просто придите, пообщайтесь, поговорите и узнайте про всю ситуацию, которая здесь творится. Не надо слушать Зеленского, Ермака, полицейских и всех остальных, кто вам пытается дерьмо в уши залить. Придите сюда и пообщайтесь. А можете задать вопрос вот этим пацанам. Я думаю, они уже все и так прекрасно понимают. Это просто история. Встретимся сегодня вечером в эфире. Я вам покажу, насколько разрослось Майдан и что здесь происходит. Встречаемся через пару часов. На Волотковой Майдане.